Всем привет, дорогие друзья! Обязательно ставьте лайки, можно ставить дизлайки. Это новое видео на канале Гаджет Мания. Гаджет Мания, да. Я не оговариваюсь. И сегодня мы посмотрим на столь замечательный телефон. Это распаковочка Huawei Honor 7. Новое видео. Обещали вам интересные телефоны. И немножко будет дальше в выпуске. Я вам немножко поспойлерю. В том плане, что нас ожидает в новом третьем сезоне. Итак, садитесь поудобнее, набивайте себе кока-колу чай и смотрите данную распаковку. Мы начинаем. Поехали! Итак, дорогие друзья, компания Huawei известна во всем мире. Она делает неплохие телефоны. И сегодня мы распакуем с вами, посмотрим на коробочку и внутри содержащие моменты, что находится здесь. Это Huawei Honor 7. Что хотелось бы сказать. Давайте пробежимся по сухим характеристикам в самом начале ролика, чтобы, как говорится, вас не задерживать, если вам станет неинтересно вдруг смотреть на сам аппарат. Это новинка. Вышла в 2015 году на базе Android 5.0. Я думаю, будет поддерживать обновление на Android 6.0. Все это прикрыто оболочкой Emotion UI 3.1. 5,2 дюйма Full HD IPS дисплей. 64-битный 8-ядерный процессор собственного производства компании Huawei. Kirin 935. Есть нарекания по собственным процессорам от компании Huawei, но телефоны работают, работают плавно. В принципе, не глючат, но по производительности посмотрите точнее, что из себя представляет процессор 935. 3 гигабайта RAM памяти. Я думаю, что это более чем достаточно. Примерно, я думаю, что около 1,5-800 гигабайт будет доступна свободной памяти, даже если вы когда нагрузите приложение. Свой смартфон-приложениями. Доступна память с постоянной 16-64 гигабайта. Задняя камера у нас от Sony 20 мегапикселей. IMX 230. Передняя камера для селфи очень хорошая 8-мегапиксельная. Комбинировал руток на 2 сим-карты, либо карточка памяти из сим-карта, что тоже очень удобно. Беспроводные интерфейсы NFC, Wi-Fi версии ABGN и AC на 2,4 или 5 ГГц. Bluetooth 4.1, GPS. Есть инфракрасный порт, GSM и LTE-модули. Габариты у нас 143 на 71,9 и 8,5 мм в толщину. Вес 157 грамм и аккумулятор на 3100 мАч, что будет вам хватать на один рабочий день без подзарядки. Быстрая зарядка присутствует в этом телефоне. Это 5 минут. В течение 5 минут вы зарядите смартфон и сможете по нему разговаривать 1 час. В принципе, очень хорошо. Итак, перед нами коробка. Сразу бы хотелось обратить внимание на то, что это модель LTE, она Евротест. Это не с Китая. То есть, полноценно будет работать и ловить все диапазоны LTE на территории Российской Федерации в любом городе, где присутствует LTE у вашего оператора. Модель полностью называется PLK-L01. Цвет фантастически серебряный. Здесь есть технические информации. Давайте откроем. Плотный картон. Очень интересного такого синий-зеленого-голубоватого цвета. Действительно хорошо собранная коробочка. Сам смартфон. Сейчас мы его положим в коробку. Отложим, точнее, в коробке. Здесь у нас есть предупреждающие лейбочки. Здесь у нас, соответственно, книжечка, в которой присутствует слот инжектора для... Инжектора, говорю. Игоночка для вытаскивания лотка для сим-карты. Здесь у нас вот такой вот гид. Я думаю, что вы здесь не найдете даже в том числе и русский язык. Книжечка собрана добротно, полиграфия отличная. Больше лишнего никакой макулатуры нету. Здесь тоже все привлекательно. Все собрано очень хорошо. Коробка комплектации отличнейшая. Это у нас фирменный адаптер белого цвета под евророзеткой. Соответственно, под нашу розетку тоже. И я сейчас посмотрю. Самое, что интересно, я удивлен, когда я сейчас посмотрел. Это 0,5 А. Или я что-то не так понял. А, 5 Вольт, 2 А. 2 А зарядка заряжается очень быстро. 2 А зарядка, чтобы вы не писали в дневных комментариях. Потому что Паша у нас опять что-то собрал на распаковке. Выдумал свое собственное видение. Все вот в таких вот белых коробках. В коробочках. Не попахивает никаким китаем. Все собрано добротно. Тут у нас фирменный USB кабель. USB 2.0. Наушников у нас в комплекте нет. Хотя, здесь предусмотрено, скорее всего, под наушниками. Итак, давайте это все пока отложим в стороночку. Закроем крышечкой. Посмотрим на сам смартфон. Итак, смартфон у нас 5,2 диагональ. Сзади у нас полностью алюминиевый корпус. Прикрыто все сразу изначально заводскими пленочками. В этих пленочках вы можете использовать телефоны в дальнейшем. Алюминиевый корпус. Все переключатели сделаны, все кнопочки сделаны из сплава алюминия. Снизу у нас, соответственно, два отверстия под динамики. Микро-USB для зарядки и синхронизации. Здесь у нас, по-моему, трехтоновая, нет, двухтоновая вспышечка. Модуль камеры. Он выпирает кнопка, он же сканер отпечатка пальца для разблокировки. Здесь у нас переключатель режимов, как я понял. И здесь слот для сим-карточек. Давайте посмотрим, как они выглядят. Не сим-карточки, а сам слот. Так, вот с этой стороны, да. Таким вот образом мы все сейчас достанем. Сам слот металлический, черного цвета, посеребренной окантовкой. Нано-сим-карты и, соответственно, две штуки. Либо нано-сим-карты и карта памяти. Что по нынешним временам, это признак хорошего тона компании. Компания думает о том, что некоторые люди, раньше двухсильники, были действительно угодой бюджетных моделей. Сейчас, в принципе, вы можете позволить себе, да, и бизнесмен, и любой другой человек может позволить себе двухсильный аппарат. Итак, сверху, на верхнем торце у нас есть динамик, точнее микрофон, 3,5 разъем, инфракрасный порт, спереди всевозможные датчики, камера и, я думаю, что это вспышка для камеры. Да, по-моему, вспышечка для камеры. Это все более подробно мы вам расскажем в обзоре. С обзором затягивать не будем, в течение двух-трех дней посмотрим на аппарат, снимем обзорчик, расскажем и покажем. Давайте, ключу, я думаю, этой кнопкой включается. А, по торцам. Здесь слот для сим-карты, здесь у нас, если честно, я не знаю, что за кнопочка. Справа у нас сдвоена клавиша регулировки громкости, клавиша включения-выключения. Это у нас под указательный палец правой руки для разблокировки смартфона с помощью. Сканер отпечатка пальцев. Пишите, друзья, каким смартфоном пользуетесь сейчас? Посмотрели ли вы нашу презентацию, осеннюю презентацию от компании Apple? Мы ее переводили и, возможно, как-то комментировали. Ссылочки будут в описании к этому видео. Будете ли вы покупать что-то из новых продуктов от компании Apple? И вообще, понравилась ли вам эта презентация? И что вы думаете о новых телефонах iPhone 6s и 6s Plus? И про технологию 3D-экрана? Так, давайте выберем, конечно же, русский язык. Это первое включение. Ранее телефон не включался. Поддерживается гарантия в течение года на территории Российской Федерации. Ссылочки на магазины, где можно приобрести данный аппарат с очень хорошей скидочкой, будут в описании к этому ролику. Так, русский-русский. У нас, как всегда, в конце... Нет, русский Казахстан, русский Белоруссия, русский Киргизия, русский Россия. Даже, смотрите, производитель позаботился о том, что на русском языке говорят в сопредельных и дружественных нам странах, странах СНГ. И вы можете выбрать именно тот русский язык, который вам необходим. Нажимаем кнопочку «Далее». Я думаю, что здесь мы пропускаем, потом настроим Wi-Fi. Да, не обнаружены сим-карты. Продолжить. А, выключили, надо было продолжить. Вы сейчас это всё перемотаете. И так, дорогие друзья, у нас, соответственно, выключился... Я нажал не на эту кнопочку, выключился смартфон. Вы это всего не видели, прошло... Выключается-выключается смартфон порядка 15-20 секунд. Я думаю, что это очень-очень хорошие показатели. Так, я принимаю условия использования. Следующая страница. Следующая страница. И далее. Информация по сканерам отпечатков пальцев, то есть функция датчика. Давайте зарегистрируем. Регистрация отпечатков пальцев, то есть... Мы будем делать всё о ваших глазах. Сохраняется отпечаток. Пароль. Наверное, нам надо... Отмена. Код 1, 2, 3, 4. Продолжите. 1, 2, 3, 4. Заново, окей. Вы можете ввести сложный пароль, буквенно-цифровой, либо... Так, что мы... Голосовая активация. Вы можете найти телефон. Вы не можете найти телефон, но вы знаете, что он рядом, и ваши руки сзади там. Вам надо позвонить, использовать функцию распознавания речи для поиска телефона или выполнения вызова. Окей. Включаем. Голосовая активация. Разрешаем. Работает этот ток на английском языке, поэтому мы отменяем и пропускаем. Настройка завершена, и телефон полностью готов. И встречает нас рабочим экраном. Рамки у этого смартфона действительно тонкие. Я ожидал увидеть более толстые. Здесь у нас приветствуют обои, которые двигаются. Перерисованные немножко иконки приложений, потому что это все-таки собственная оболочка от компании Huawei под названием Emotion UI версии 3.1. И в принципе здесь все понятно, все на русском языке. И давайте, наверное, посмотрим, сразу побежимся по быстродействию этого телефона, пока он не нагружен приложением. Ну смотрите, друзья. Во-первых, олеофонное покрытие приступит даже на пленочке. То есть пленка хорошая, и управлять пальцем, проводя по рабочим столам, достаточно приятно. Дальше мы заходим в настроечки, смотрим, что у нас с экраном. Если у нас столовой индикатор, яркость, нас выключаем автояркость и включаем самый яркий режим. Подносим к камере. Таким вот образом. Вы можете посмотреть, еще в близке солнышка. Ну экран, друзья, экран великолепен. Это Full HD матрица. Больше, мне кажется, на смартфонах и не нужно. Все это баловство с 4К экранами. Это больше маркетинговые заморочки, которые, в принципе, вам как таковые не нужны. Так, давайте посмотрим на минимальный порог. Действительно комфортный. Экраны всегда у Huawei были неплохими. Поставим, чтобы вам было видно, поставим чуть меньше половины и включим автояркость. Экран, чтобы у нас не гасал после двух минут. И, конечно же, вы видите, что это Android 5. Сейчас мы это убедимся. Вот заставочка у нас по тому, из чего сделан этот смартфон. Точнее, что у нас внутри. HiSilicon Kirin 935. 3 гигабайта памяти. Свободно у нас внутренняя память 16 гигабайт, но свободно 9.67. Тут хотелось бы сразу отметить, что это достаточно мало. Но, слава богу, есть возможность вставить у нас сим-карту, вернее, карту памяти и сохранять данные на нее. По-моему, поддерживает до 128 гигабайт. Более подробно мы расскажем вам в обзоре этого телефона. Разрешение экрана еще раз 1080p. В общем, Full HD 1080p на 1920, Android 5.0. Сейчас мы убедимся. Вот такой вот замечательный у нас. Офигительный у нас волейпоп. Такая у нас сосучка. Карамелька. Ну давай, игра-то когда будет? Ну, мы дождемся, нет? Все распаковщики у нас показывают, как они не набирают и одного очка. Может, у нас что-то получится. Может, надо включить функцию разработчиков. Утравительное ожидание. Не хочешь быть? Ну, это же не может же выпилено быть. Нету. Может, действительно выпилено. Ладно. Ну, в принципе, все по характеристикам. Еще раз обращу внимание ваше, что это LTE-версия аппарата, то есть это Евротест, непосредственно предназначенный для продажи на территории Евросоюза и Российской Федерации. Точно такая же моделька будет продаваться в магазинах ваших городов. И, как всегда, будет ссылочка в описании на тот магазин, который нам любезно предоставил данный аппарат на распаковку и тест. Так, что мы еще должны посмотреть? По экрану посмотрели. Давайте проверим сразу отпечаток пальца. Белак, перезагрузка. Еще раз. Давайте выключим. То есть, срабатывает, 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 срабатывает молниеносно. Не надо нажимать, просто прикасаться. срабатывает я думаю что я это сделал больше десяти раз и я уже даже в период обзора хочу вам сказать что этот аппарат мне нравится очень сильно уже даже сейчас когда его увидел он очень хорошо собран это премиальные материалы корпуса это защищенное стекло спереди это алюминиевый сплав сзади это офигительный модуль камеры это неплохая передняя камера и все собрано давайте действительно то есть я помещаю палец вы видите да что он этот палец мне никуда не идет то есть я его в сторонку я просто прикладываю sorry просто прикладываю и у меня разблокируется 10 из 10 пускай будет погрешность 20 процентов 8 из 10 то есть вы реально друзья понимаете что здесь он сделан не просто так ваши данные будут защищены android 5.0 с возможностью обновления до android 6 но в принципе натянута оболочка эмоушен юань и вы здесь особенно этого андроида не увидите итак продолжим конечно же предустановленные сервисы google в том числе про play market из коробки доступен давайте пробежимся по системе посмотрим как выглядят настроечки все очень 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 интересно как у нас выглядит уведомление красиво прорисованная система видоизменена обновление думаю даже уже сейчас доступны как только мы установим последнюю версию точнее подключимся к вай-фай установим последнюю версию если возможно этот как выглядит звонилка тоже все очень консервантивно темы можно менять видо изменять телефон вверх уже сейчас я доволен этим телефоном очень хорошо доволен как у нас выглядит галерея здесь нету правда снимков есть рекомендованные фото давайте посмотрим на цветопередачу фотографий выберем какой нибудь интересный момент где действительно насыщенные цвета давайте посмотрим как выглядит у нас черные цвета вот сейчас яркость дисплея выключаем авто и включаем яркость дисплея на максимум то есть друзья черный цвет да это IPS матрица если выключить и сделать полную темноту то я думаю что здесь глубокий черный не будет но так как на амолед экранах но он достаточно насыщенный я не вижу рамок при обычном интенсивно обычном человеческом использовании они быть каким-то гиком этот черный цвет устроит всех вот так вот меняется картинка углы обзоры тут даже парних разговаривать нет смысла это флсд IPS OGS экран безвоздушные прослойки прикрыты закаленным стеклом никаких проблем у вас с этим не будет действительно круто просто круто друзья это очень круто конечно же на эти фотографии сделаны специально для того чтобы показать красоту дисплея фиксализация точек на дюйм до такой степени велика что человеческий глаз их просто не отличит даже если мы выйдем со всего этого попытаемся посмотреть что у нас изображено на иконках то есть как подписаны иконки я не то что на расстоянии вытянут руки не увижу я даже если присмотрюсь друзья присмотритесь я действительно не вижу пикселей так снимочки посмотрели мы давайте конечно же включим включу камеру 20 мегапикселей этого мне фуфо какое-то них укры мухры отлично все если у нас здесь фокусировка фокусировка по тапу по моему фокусировка по тапу пробежимся быстренько по настройкам есть hdr давайте включим даже его включать не надо обычно что у нас еще есть у нас есть панорама у нас есть все ночная съемка водяной знак отрезок времени я к думаю что тоже все это постепо тестируем hdr аудиозаметки настройки давайте посмотрим настройки плавно выпегает вылазит у нас появляется менюшка идеальное сэлфи аудиоконтроль улыбка автофокус в движении серийная съемка настройки iso разрешение 10 мегапикселей давайте поставили 20 мегапикселей я думаю что это будет вообще бомбически я это будет просто бомба то тут примете тут что смысл фотографировать как бы ну раз это старая другая традиция камера у нас скорострельная всех распаковок тут ну друзья тут в принципе какие могут быть вопросы к этому снимку и 20 мегапикселей камеры все это конечно же посмотрим в более детально посмотрим сэлфи камеру заканчиваем мы нашу распаковочку уже действительно она стала переходить плавно в обзор друзья единственно что нам осталось посмотреть это звук но я думаю с этим проблем не будет на два динамика стереозвук так движение достаточно много настроечек по батарейке тоже я думаю что здесь режим энергосбережения есть и все это отлично громкость выставим и мелодия сим 1-7-2 друзья я думаю что этим все сказано громкий насыщенный четкий звук давненько после того как я распаковал и посмотрел на дисплей и на телефон lan plus one первого поколения я давненько не высказываю свое восторженное свое восторженное мнение о телефонах и пожалуй даже когда я открывал коробку с новым шестым айфоном я не был так восторжен как и открыл коробку с новым хуавей хонор шестым я думаю что это достойный представитель аппаратов с китайского смартфона строения будет интересно его поизучать все действительно плавно и гибает оперативной памяти на самом деле решает как бы очень сильно решает запущено только одно приложение больше даже нечего просто не будет нет никаких тормозов нет никаких подлагиваний четкий звук неплохая к отличнейшая камера и хороший корпус но и стоит он друзья недорого со сканером отпечатка пальцев тоже никаких проблем нет еще раз и еще разочек вот такая вот распаковочка на канале gadget money в этом сезоне будут действительно топовое устройство мы постараемся для вас показывать только все самое 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 хорошее поэтому ставайтесь с нами подписывайтесь на канал проходите по ссылкам в описании изучаете спрос стоимость этого аппарата ссылочка на описание конкретно кто нам предоставил данный аппарат именно lte версию беспроблемной гарантии на территории российской федерации сопредельных всех стран обращайтесь в этот этот магазин обращайтесь по другим ссылочкам ищите для себя выгодные скидочки приложения обязательно вступайте в нашу группу вконтакте активно участвуйте в ее жизни подписывайтесь на нас в инстаграм там мы публикуем фотографии всех наших новых устройств не пропускайте наши новые видео обязательно подписывайтесь всего доброго пока пока